Тема сегодняшнего урока «Семьи бывают разные». Звуки речи, различия звука и буквы. Перед тобой сегодня стоят следующие цели. Ты узнаешь способы проверки звуков и научишься проверять парные, глухие-звонкие, твёрдые-мягкие, согласные, в конце и в середине слова. Давай для начала вспомним, а в чём отличие звуков от букв. Итак, звуки мы произносим и слышим, а буквы мы пишем и читаем. Звуки делятся на твёрдые и мягкие. Давай повторим твёрдые звуки. Б, В, Г, Д, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х. Звуки могут быть мягкими. Читай вместе со мной. Б, В, Г, В, Г, Д, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х. Обрати внимание, в русском языке есть звуки, которые всегда твёрдые. Это Ж, Ш, Ц. А есть звуки, они всегда мягкие. Ч, Щ, Й. Звуки делятся на звонкие и глухие. Звонкие звуки. Это Б, В, Г, Д, Ж, З, Е, Л, М, Н, Р. Перечислим глухие звуки. П, Ф, К, Т, Ш, С, Х, Ц, Ч, Щ. Предлагаю тебе одну фразу, чтобы запомнить звонкие согласные. У льва и жабы много друзей. Обрати внимание, звонкие и глухие согласные составляют пары. Так и говорят, пары по звонкости глухости. Это звонкая Б, глухая П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Запомнил? Проверим, как ты усвоил правила. Послушай предложение. На выходных мы с родителями ездили в лес отдыхать, и я нашёл там большой гриб. Нужно подумать. В слове гриб нужно вставить Б или П. Какое проверочное слово ты подберёшь? В слове гриб нужно вставить звук Б, потому что проверочное слово – грибы. А теперь предлагаю тебе побыть немножко исследователем. Подумай, играет ли роль твёрдый или мягкий звук в слове? Из какого слова получится новое, если последний звук будет мягким? Стол, угол, дом. И ещё. Из какого слова получится новое, если последний звук будет звонким? Кот, поход, мёд. Давай проверим. У нас были слова стол, дом, угол. И только в одном слове угол, если мы поменяем последний звук на мягкий, уголь, получается новое слово. А из слов кот, поход, мёд, мы поменяв всего лишь один звук, чтобы он стал звонким, получили новое слово. Это слово кот, мы превратили его в кот. Подумай, пожалуйста. Мама приготовила вкусный обед и испекла хлеб. В словах обед и хлеб. Какую нужно вставить в согласную? Итак, в слове обед вставляем согласную Д, потому что проверочное слово обеды. А в слове хлеб, хлебные, вставляем согласную Б. Ещё одно задание. Мы всей семьёй любим есть на завтрак полезные кашки и добавляем в чай мёд. Подумай, пожалуйста. В слова кашки и мёд какую нужно вставить в согласную? Итак, в слове кашки вставляем в согласную Ш, потому что проверочное слово каша. А в слове мёд Д или Т? Проверочное слово медовый, и поэтому в слове мёд также вставляем согласную Д. Мы с тобой готовы сделать вывод. Согласные звуки бывают твёрдые, мягкие, бывают глухие, звонкие. Как же проверить слово? Подбираем проверочное слово. Ставим после звука гласный или сонорный. Например, этаж. Мы не знаем, Ж или Ш. Но проверочное слово – это Ж. Значит, и в слове этаж пишем в согласную Ж. Свет. Т или Д. Меняем слово. Нет света. И чётко мы слышим в согласную Т. Значит, в слове свет пишем в согласную Т. Наш урок незаметно подошёл к завершению. Ты теперь знаешь способы проверки звуков и умеешь проверять парные, глухие, звонкие, твёрдые, мягкие, согласные в конце и в середине слова. На этом наш урок окончен. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...